Вчера вечером в Иркутске Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта К счастью, в самолете не было боекомплекта, иначе все могло обернуться хуже Вот, ребята отъезжают, увозят наш груз гуманитарный до ребят Бурятия продолжает отправлять гуманитарные грузы нашим бойцам Накануне Алексей Циденов в своем телеграм-канале поблагодарил волонтеров и бизнесменов за поддержку солдат на Украине Бизнес, люди все сплотились Компания «Титан» 10 миллионов перечислила в АЭНО содействие на закупку всего необходимого В общем, республика сплоченная, а это главная сила Глава Бурятии выразил отдельную благодарность Баюру Намдакову, Наталье из Касырска и Александру Гармаеву Они не только закупают все необходимое, но и помогают доставить гуманитарные грузы на передовую В Улан-Удэ запустили тематический вагон в поддержку военнослужащих Бурятии Такую акцию организовали активисты молодой гвардии «Единой России» На трамвае загружен ветеран Великой Отечественной войны и солдат вооруженных сил уже Российской Федерации Этот трамвай носит символичные символы Это армия России, это родина-мать, это знак Великой Отечественной войны И этот трамвай будет на протяжении года ездить Гвардии майору Набиеву, Энверу Альбертовичу Наш танкист – герой России Сергей Шойгу вручил орден «Золотая звезда» офицеру бурятского танкового батальона Энвер Набиев участвует в СВО с первого дня Благодаря его грамотным действиям удалось уничтожить несколько БТР и зенитных установок И еще немного о медалях На днях закончился чемпионат России по боксу среди женщин Наши спортсменки показали хорошие результаты Людмила Воронцова стала чемпионкой в категории до 57 килограммов А серебряные медали в категориях 70 и 75 килограммов получили Дарима Сандакова и Елена Гапешина Чемпионат прошел в Краснодаре на арене «Баскет-холл» За призовые места бились 250 участниц от 19 до 40 лет Уголовное дело бывшего депутата горсовета и директора водоканала ушло в суд Для тех, кто не в курсе, Жаргал Цибиков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями Как установило следствие, обвиняемый заставлял подчиненных работать на земельном участке своей тещи Конечно же бесплатно Были задействованы 35 работников компании и более 20 единиц техники Включая экскаватор, погрузчики, грузовики и другие виды транспортных средств В связи с чем указанные работники вместе с техникой Отвлекались от исполнения своих прямых обязанностей Связанных с деятельностью по обеспечению бесперебойного и качественного водоснабжения потребителей Кроме того, с начала 2016 года Цибиков заправил личный автомобиль казенным бензином почти на миллион